Дай почитать. Обозначающие устный рассказ о сверхъестественном. Такое повествование – страшилка. Например, о встречах с демонами, ведьмами, Они, Йокай, Тенгу, Китсуне. Навсегда я запомнила Нопэропон. Это безликий японский призрак, у которого нет ни глаз, ни рта, ни носа, просто гладкая, как лист бумаги кожа. Согласитесь, миленько, а главное, увидев такое в сумерках и в безлюдном месте важно выжить, ведь это большая удача. Дарья Трынкина, кандидат исторических наук, ученый-секретарь Института этнологии и антропологии РАН, опубликовала в издательстве Ломоносов очень интересную, необыкновенно информативную книгу «Японская демонология». Замечательно, что в ней множество примеров из фольклора, художественной литературы. Читается книга, как тот самый Кайдан. Понимая, что тема, наверное, эта интересна далеко не всем, и тем не менее убеждена, что, начав читать, никто не сможет закрыть эту книгу, потому что это жутко интересно. Дарья Трынкина великолепно притворила в жизнь поставленную перед собой цель – дать подробную характеристику персонажам японской народной демонологии. Источниками для нее стали письменные памятники японской культуры 8-14 веков, японская литература о чудесном с 9 по 20 века, анимационные и художественные фильмы. Самое загадочное место – это горы. Именно там живут Тенгу и Ямабита. Ямабита – это души мертвых. Они имеют свирепый нрав и склонность к похищениям женщин и детей. Японские животные-оборотни бродят повсюду. Кстати, здесь отличие японских оборотней от европейских в человека превращается в животное, а не наоборот. Животные, достигшие солидного возраста, становятся способными колдовать. Они могут оборачиваться людьми, наводить на них иллюзии и всячески дурачить. Самые известные животные-оборотни – лисы, тануки, кошки, змеи и пауки. Есть в Японии верования о волшебных растениях, но они безобидны. Японцы почитают Юки и Она – снежную женщину. Будет ли это все интересно нам, русским людям? Не сомневаюсь, потому что это увлекательно и забавно – 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать!